Сегодня я хочу поговорить о картине, о чём говорят мужчины, вышедшие с заголовком «Простые удовольствия». Это российский фильм 2023 года, являющийся продолжением серии популярного нашего «Квартета И». Эту серию они запустили аж в 2010 году, вторая серия последовала практически сразу в 2011. Третью пришлось подождать, вышла в 2018. И вот в 2023 только, вот ещё спустя 5 лет, значит, и четвёртая серия появилась. И при том, что, ну, вот общее мнение, по-моему, которое я, как бы, поддержу, что это худшая их серия, если не сказать, что худший фильм вообще. Ну, во всяком случае, в этой серии точно, как бы, самая слабая, самые слабые вот эти разговоры, мужские разговоры. Ну, «Квартеты», видимо, ну, не успокоившись на этом, насколько я знаю, даже вот эти, и вот и без того эти полтора часа трудно высидеть. А они ещё и расширили в два раза и выпустили ещё и даже сериал с таким же названием, в котором короткие серии, ну, их аж 8. И фильм, вот, в совокупности, получается, почти три часа, в два раза больше вот уже идёт сериал. Вот даже не знаю, что там они добавили, наверняка добавили, но насколько это прибило его в качестве, сказать не могу, потому что вот уже сил не хватит. Вот, необыкновенно разочарован уже и этой картины, хотя, в принципе, к «Квартету» я отношусь очень хорошо. Вот эту серию фильмов они запустили после действительно успешных и, главное, выдержавших испытания временем своих картин. Вот «День выборов» и «День радио» особенно. Наверное, «День радио» можно назвать их главным хитом на настоящий момент, хотя и очень достойно получились у них вот картины и громкая связь, и обратная связь, о которой я уже тоже рассказывал. И, ну, вот, ну, в любой череде успехов, конечно, должно быть, наверное, место и провалом. И вот эта серия, вот эти простые удовольствия, они, к сожалению, ну, наверное, уж слишком просты. И, ну, не произвели на меня ровным счетом никакого впечатления. И вот, на самом деле, вот сигнальчик, что будет все что-то не то, я почувствовал уже на титрах. Я, честно говоря, просто не помню, может быть, они такую же фишку, такая же фишка была и в предыдущих картинах. Кто знает, может быть. Ну, в общем, мне кажется, что начальные титры должны заканчиваться именем режиссера. Режиссер, в данном случае, Михаил Поляков, ну, мне особо им пока что ничего не говорит, но, собственно, за сериал он тоже отвечал он, что логично и естественно. Но в данном случае, вот, после имени режиссера следует титр музыка. А музыка – это вот традиционные друзья «Квартета И» и «Би-2». Я вот не знаю, не помню, не обращал внимания, может быть, и в предыдущих трёх фильмах точно так же титры завершались. И тем не менее, ну, может быть, кстати, собственно, и ни одна из тех трёх картин мне особо никогда не нравилась. То есть я как-то всё время вот их посмотрел и забыл, и, может быть, какие-то только моментики этих разговоров и запомнились. Но в данном случае я так прямо меня кольнуло, то есть я нашёл, увидел в этом дурной признак, и он, к сожалению, оправдался, что тут, ну, режиссёр, возможно, был не самостоятельной фигурой. Ну, и понятно, что под давлением таких авторитетных мастеров, вот, «Квартет И» действительно блистательный, все они молодцы, самодостаточные, вот, действительно, артисты, сами по себе и вот коллектив слаженный. И вроде режиссёры только и остаётся, что как бы развести мизанцены, а это дурно. Конечно, у режиссёра должно быть власти побольше, но, вот, в общем, он, наверное, не всегда, как бы, дают. И вот как раз простые удовольствия, мне кажется, вот, допустим, я более-менее так помню третью серию, которая была, вот, она меня оставила равнодушно, но я помню, что там было много игры, много выдумки. Какие-то, вот, эти истории, какие-то, там, вот, новые локации, вот, под каждую историю, под каждый какой-то сюжетик, вот, что-то они там придумывали, и как-то этот сюжет обыгрывали со слов в какую-то сценку. Здесь же, получается, всё максимально скучно, герои шагают по Москве, вот, они начинают с территории Красного Октября и туда же в итоге приходят, а вот сюжет, вот, основной они, как бы, строят на том, что они решают прогуляться по Садовому Кольцу, вот, сделать полный круг, тем самым, чтобы вышагать решения, которые необходимо принять, вот, Саша, вот, он успешный бизнесмен, вот, в этой их вселенной, и перед ним поставлена, вот, дилемма, он либо должен продать компанию за хорошие деньги, он может, как бы, ну, назначить цену, что называется, либо свою компанию сохранить себе, продолжать работать, и вот, и вот, что он выберет, вот, это они решение вышагивают, и что самое, конечно, постыдное, они даже его не вышагали, решение-то вышагали, но они не вышагали Садовое Кольцо до конца, потому что они в итоге не обошли его полной в мире, во всяком случае, не обошли его в фильме, я уж не знаю, может быть, сериал построен так, что все-таки они пришли, ну, учитывая то, что они опять вернулись на этот Красный Октябрь, может быть, действительно, там все построено так, что круг они сделали, ну, в общем, во всяком случае, фильм, фильм этого не показывает, фильм на самом деле и нарушает порой вот эту концепцию, потому что очевидным образом они иногда проходят не только по Садовому Кольцу, но оказывается и на проспектах, и на таких, ну, пересекающих улочках, в общем, прекрасная концепция, вот, вроде, вот этот сделать круг, ну, она теряется почему-то, а разговоры между тем, вот, ну, они остаются, вот, как бы, по сути, те же самыми, те же самыми, что и были, а вот про жизнь, да, то есть, вот, задается изначально такое настроение, вот, тем же Саше, что такое ощущение, что жизнь уже кончилась, им, значит, в районе 50, и вот, действительно, вот, как бы, действительно, это такой заметный рубеж для многих, и вот, есть о чем подумать, о чем, как бы, сообразить, и, конечно, тут, вот, и воспоминания о былом, вот, воспоминания о том, как, вот, в 18 лет он, герой увидел девушку, она села и уехала в троллейбусе, а что было бы, если бы он к ней подошел, если бы он с ней познакомился, подружился, а не, может быть, что-то вышло, и вот вся бы жизнь его изменилась, и вот это его воспоминание о былом, ну, оно проскальзывает и во многих других фильмах, вот, об этом, вот, на самом деле, это, на самом деле, я уж не знаю, является ли для «Квартета» и эта отсылка, ну, один из самых знаменитых подобных рассказов, это же в «Гражданине Кене» еще было, вот, воспоминания старичка о том, что, вот, вот, он увидел, там, вот, какое-то лицо, и спустя годы он это лицо помнит. Вот, это же, то есть, из классики самой, да, то есть, там, это проходной, конечно, момент в самом фильме, но, тем не менее, вот, мне он запомнился по, по фильму с ваша 41-го года, и вот тут, ну, уж не знаю, делают ли эти ребята из «Квартета» ее отсылку, в данном случае, может быть, сами по себе, ну, эта тема, она, на самом деле, даже и без гражданина Кейна, понятно, вот, такое воспоминание, мне тоже в голову что только не приходит порой, вот, поэтому, может быть, здесь и нет никакой такой цитаты, вот, и, вот, какая-то близость, конечно, этих персонажей к себе, она проскальзывает иногда в очень удачных, конечно, таких находках, ну, вот, допустим, там, Камиль вспоминает, что ему подарили в детстве, вот, Клястер, альбом с марками, да, и там уже были марки «Монгол Шоу Дан», блин, мне тоже, мне тоже в свое время такой же альбом, ну, может быть, не такой же, но другой альбом с марками подарили, и там тоже уже, вот, для затравки, 6, по-моему, марок «Монгол Шоу Дан» уже были, ну, вот, надо же, какое совпадение, может быть, сами марки были немножко другие, но это запоминается, да, «Монгол Шоу Дан», в общем, ну, и группа уже была такая, тоже не просто так, в 90-е годы, наверное, тоже у них марки такие были, вот, интересно, вот, так, прям, ну, запоминающие, говорили вот так, вот так, и в подростковой, в школьной среде, вот, «Монгол Шоу Дан», да, то есть, вот, примета того времени, да, то есть, я чуть младше этих артистов и этих героев, соответственно, но, тем не менее, вот, что-то общее у нас было, и вот это, как бы, ну, такое воспоминание, оно, общее. Неожиданно и совершенно другой момент, который мне тоже не могу не отметить, что там, вот, герои Ханта, Хаита, ой, почему Ханта? Хант – это режиссёр, конечно же, Хаита, он размышляет вот на такую филологическую тему, как правильно писать слово «нахер» в выражении «какая нахер» разница, слитно или раздельно. И вот он приходит к выводу, что вообще можно заменить синонимом, вот, если бы заменить «нахер» на «в жопу». Какая в жопу разница? А в жопу это очевидным образом раздельно, и, соответственно, он делает из этого вывод, что всегда раздельно. И я почувствовал тоже в этом вопросе общность, потому что вот я, когда делал книгу «Левиафан. Разбор по косточкам», ее проходил тоже вместе со мной корректор, и в первом издании мы не обратили на это внимание, а во втором издании корректор еще раз, другой корректор прошелся вновь по тексту, и уже мы книгу сдаем, и вот она обращает внимание на похожий случай. Не такой же, а вот на похожий. И вот что у нас неправильно написано. По-моему, у нас было как раз раздельно написано, но у нас иной случай был. И мы пришли к выводу, что да, то есть она предложила, что, наверное, это же слитно. Я проверю потом. Да, это скорее как наречие. И вот, ну, примеры как бы у нас разные, но вот сама по себе размышления, как пишется, подобного рода слова, которые формально матерными не являются, но они как бы явно однокоренные, вот, и произошли по сути своей вот подобного рода лексики. И вот, действительно, серьезные филологические размышления, а как же правильно это писать, мне это оказалось близко. Но, тем не менее, вот подобного рода пересечения, они, ну, ну, но они не составляют суть картины. И там, на самом деле, при всей вот этой игре, в которой задействованы, кстати, не только квартеты, ну, допустим, и с составным номером Харламов там появляется, и, ну, как бы комментируя, на самом деле, это такой уже какой-то постмодернизм получается, что он как бы играет зрителя, комментирующего фильм, который мы сами же и смотрим. Типа, что за шутки, какая мура. Да, вот, и Дмитрий Нагиев там появляется тоже с размышлениями о жизни. И прекрасное совершенно появление у Екатерины Варнавы, когда герои заходят в сад-аквариум, недалеко, собственно, в двух шагах от Маяковской. И там снимают какой-то фильм, и это Варнава, которую они узнают, как Варнаву, она подбегает и говорит, что однажды, когда-то вот Хаид, и непонятно в данном случае, сам Хаид или герой Хаида, клеил её, и она от него убежала. Вот, и вот говорит, а вот помните, как бы меня, что вот это было я. И он так удивлён. Вот, и это такое очень интересное появление, и прям вообще блистательное. Вот, Варнава умеет иногда вот так появляться, как бы вот классно. Вот, это здорово придумано. Менее здорово тут то, что эти двое, там вот эти, там они разделились на какой-то момент, они зашли вот в этот прекрасный сад-аквариум, чтобы поссать. Центр Москвы, обеспеченные люди, не могли туалеты себе найти. Вот это, конечно, меня так немножко тоже вот так удивило, но, наверное, это может быть у них так принято. Но вообще, ну не знаю, мне казались культурными людьми. То есть такая сцена, что прям вот, ну да, ты в сад отошёл, но это, знаете, если вы москвичи, то и даже и гости столицы, то вы можете представить, что сад-аквариум это, ну, крохотный садик на самом деле же, да, это не какой-то там парк Горького. В парке Горького тоже не рекомендуется, да, такими делами заниматься. Вот, пусть естественными, но тем не менее, имейте к совести какие-то приличия. Ну а тут прям взяли в центре Москвы, приличные вроде бы с виду люди. Вот, тоже вот, в общем, такой момент как бы неочевидный, да. Так вот, и я к чему это говорю, что вот, да, при всех вот этих размышлениях, при всех вот каких-то шуточках, при появлениях, да, вот я не упомянул ещё, что здесь появляется Максим Виторган, сцены, в которой прям вот он, они сопоставляют вкручивание-выкручивание лампочки с сексом, да. Ну, окей, любопытно, что называется, да, довольно-таки смешно. Но при этом, по сути своей, здесь изначально же заложен большой обман. Нам сразу дают понять, что это лето 2019 года, а фильм вышел в 23-м. То есть, получается, это лето до пандемии, потому что 20-й, 20-й, 21-й год, ну, невозможно было бы обойтись без этого, а в 22-м году это уже лето войны. И получается, вот для этого несчастного, в данном случае, квартета И, это запретные темы. В случае с пандемией им бы пришлось всё это воссоздавать, пандемийную безлюдность. И вопрос, а почему тогда они гуляют, да, вчетвером? Тоже пришлось бы как-то... На самом деле, а почему бы и нет? Почему бы им не пошутить по этому поводу? Да, это тема страшная, это пандемия, это болезни, погибшие. Ну, и вообще, это страшно было. Ну, пожалуйста, ну, вот это вызов. Ну, пошутите про это, да? Почему вы про это не пошутили? Да, то есть, как бы, наверное, ну, не до шуток. Ну, понятно, что не до шуток. Но, с другой стороны, есть и чёрные комедии. Ну, во всяком случае, если вы строите комедию на размышлениях о жизни и смерти, да, то есть, вот, то, что я уже сказал, вот, жизнь уже кончилась. Вот такое ощущение у героя. И его товарищи пытаются его как-то переубедить в этом. Ковид. Это же, ну, вот как раз ситуация на грани, действительно, жизни и смерти. Ну, пройдитесь по Москве в это время. Поразмышляйте о том, вот, вроде бы самое время. Ну, нет. Потому что, конечно, для меня вот отдельная загадка, как они, гуляя по Садовому кольцу, как они организовывали движение машин с тем, чтобы машины двигались. Потому что, представляете, снимается фильм с квартетами, и все же хотят посмотреть. Я сам однажды, даже не однажды, а был свидетелем того, чтобы машины реально тормозят, когда проезжают мимо киносъёмок. И, ну, это сильно обременяет, в общем, столичный трафик. А здесь машины едут, в общем, не останавливаясь. И, конечно, даже так и думаешь, ну, нифига себе. Неужто спецэффект, неужто в павильоне. Вроде нет, вроде действительно снимают на улице. Но как ему удалось добиться, что их водитель не замечает? Ну, может быть, на Садовом кольце действительно водителям и не до того. Не стоит посмотреть по сторонам. И, ну вот, возвращаясь к дате, ну да, они не стали шутить про ковид. Даже в 21-м году не стали действовать. Хотя в 21-м было уже попроще, да. Не появилась болезнь, но появилась надежда. Появилась вакцина уже. Они могли гулять уже вакцинированные. Хотя бы они объясняют, что вместе. И они могли бы, да, шутить. Ну, в общем, они не захотели. А в 22-м году прогулка четырех мужчин в возрасте 50 лет в разговорах о жизни и смерти без разговора о войне. Это нечто странное и нереалистичное. И в данном случае, конечно, я не понимаю вообще квартиры-то и, а зачем им было эту картину тогда выпускать. Вроде они, ребята, наверное, обеспеченные. Ну, то есть не стоял вопрос, наверное, денег, что нужно денег заработать. Тем более у них достаточно успешный как раз вот и громкая связь, и обратная связь. Вроде фильмы выходят. Для чего им нужен был такой обман? То есть когда они отказались говорить о двух самых важных вещах, которые действительно волнуют мужчины, о которых говорят мужчины в наше время. Пандемия говорили и о войне говорят. А «Квартет Е» об этом не говорит. И понятно, почему говорит, что не может говорить, что не вышел бы фильм с разговорами об этом. Но зачем они нас обманывают, получается? Причем обманывают настолько наивно, они перемещают действия в 18-й год титром и даже специально развешивают вот по Москве вот афиши Би-2 с концертом, который якобы произошел. Ну, наверное, он произошел там летом 18-го года. Они как бы пытаются его воссоздать. И при этом этот концерт на Красном Октябре, и когда они там оказываются, они оказываются напротив вот этой скульптуры, которую получил в народе название «Какашка», чем я тоже ее сам так называю, хотя я понимаю, что там, по-моему, она называется «Большая глина», как-то так. Вот, ну, действительно, похоже на «Какашку». То есть мне не кажется это название обидным, то есть даже с любовью, мне кажется, я сам его так называю. Но, ребята, она не в 18-м году появилась. Она, это уже год, я даже, по-моему, смотрел уже, забыл, все-таки это год 21-й. Как раз вот накануне войны ее открыли, поставили, потом хотели убрать, но в итоге так и не убрали до настоящего момента. А то есть временная оказалась постоянным, ну, до поры до времени, ну, наверное, а может быть и навсегда. Я не против, пусть она стоит вечно, там действительно, ну, она, ну, это что-то такое интересное. Ну, так вот, в общем, то есть понятно же, что она не 18-й год. Зачем же нужен этот обман, который так легко раскрывается, и который они сами получают, их никто же не заставлял на фоне этой «Какашки» сниматься. Ну, поверните камеру в другую сторону, там-то все, Петр Первый так и остался, как стоит уже четверть века, так и стоит. Снимайте на фоне, на его фоне. Так они, получается, вот играют в эту игру, якобы такое ретро, но относительное, а при этом, при этом, вот, то есть они, да, я, может, оговорюсь, говорю про 18-й год, нет, 19-й год они, да, значит, изображают, ну, хотя в Москве, конечно, меняется, но, может, не настолько заметно, но вот это же заметное изменение. И для чего это было нужно? Ну, то есть понятно, для чего, потому что они, все время вот строя себя таких мастеров, действительно, жизненного разговора о том, что действительно, имитации разговора о том, что действительно волнует мужчин, людей, они, получается, избегают, вот, когда их прижало, и действительно, есть о чем серьезно поговорить, можно с юмором, можно всерьез, по-разному, они ведь тоже вот так лавируют, где-то они затрагивают серьезные темы, где-то нет, и вот, и они, и они, и они не стали говорить. Я уж молчу о том же, о чем были предыдущие, умолкаю, о чем предыдущие фильмы были, я просто их вот этого момента не помню, но, по-моему, в пересказе, что там в один раз они, в один раз точно в Питер ездили, а в другой раз в каком-то фильме, там, чуть ли не в Одессу, вот тут, боюсь поручиться, не перепроверил, ну, а сам плохо помню. И вот, и сами, понятно, у них, да, то есть, понятно, какие корни, и вот, ну, вроде бы, почему бы им вот, ну, тогда, ну, не поставить это на карту? Нет? Нет? Трусостью это не назовешь, ну, это, это странно. Ну, тогда не выпускали бы этого фильма, зачем он сейчас? Зачем сейчас вот эти пустые разговоры, отсылающие нас в прошлое, ну, ну, ребята, как они, зачем? Ну, в общем, почему простые удовольствия тогда? То есть, вот так все просто сейчас. В общем, ну, возникают, возникают к этому фильму вопросы, хотя, конечно, ну, из таких забавных моментов забыл упомянуть, что там даже есть такая, что называется, вставка «Уголок простой кинозрительницы», куда они призвали еще вот известного телеведущего, и не только телеведущего, Ивана Кудрявцева, вот, когда простая зрительница возмущается за тем, что в фильме нет, ну, какой-то важной героини, все, мужики, да, и они, значит, какую-то героиню на секунду вводят. Но вот, то есть, к моменту, что какие-то вот черты былых, вот, их картин, они здесь тоже проявляются, но вопросы остаются. Это уже, конечно, не тот, не тот нокаут былых страстей, не те шутки. Вы вроде, изначально вот в этой их серии как раз какая-то меланхоличность, она и была заложена, но здесь они обманули сами себя. И от этого, конечно, необычайно горько, и вот этот тамбан, сказал, вышел, обернулся тем, ну, что картина в итоге, конечно, откровенно не получилась.